ассаляму алейкум здравствуйте еще раз дорогие друзья сегодня мы продолжаем наш урок по аннахву по синтаксису или по грамматике арабского языка и сегодня у нас будет такая тема как насбул фиалил мудори'и то есть глагол настоящего будущего времени глагол настоящего будущего времени в винительном падеже в винительном падеже до этого уроки я по компьютеру рассказывал объяснял там по учебнику мы шли по тому учебнику мы так и продолжим просто я решил в качестве эксперимента так сказать на доске объяснить это правило и посмотрим как будет идти но данный урок все равно от того учебника так сказать отталкивается или взят прежде чем начать этот урок хочу сказать что глагол настоящего будущего времени он единственный глагол из трех глаголов у нас три вида глагола глагол прошедшего времени глагол повелительного наклонения и глагол настоящего будущего времени и так вот этот глагол настоящего будущего времени фиалил мудори он единственный глагол из трех глаголов окончание которого подвергается изменению и изменение окончание этого глагола бывает трех видов либо этот глагол будет заканчиваться на фатху это винительный падеж то есть либо фатха будет а либо у него окончание будет дамма у это именительный падеж винительный падеж отображается через фатху именительный падеж отображается через дамму и усеченная форма будет суккун это как бы к таким падежам так сказать не относятся это говорят усеченная форма усеченная форма то есть когда окончание усекается или убирается вместо огласовки появляется суккун и здесь хочу обратить ваше внимание на очень важную деталь что глагол настоящего будущее времени ну в целом глагол не может заканчиваться rengat кастры не может быть родительного грубо говоря родительного падежа в глагол please go не может быть а это ридительный падеж относится только к существительным yes according to a specific а существительные игра и в отличие от глаголов не может заканчиваться на сукун т.е. усеченная форма поэтому усеченная форма это отличительная особенность глагола а кассера или родительный падеж это отличительная особенность существительная поэтому это это очень важная деталь это надо знать и сегодня у нас наша тема винительный падеж глагола проще говоря мы должны сейчас с вами пройти когда в каких случаях глагол настоящего будущего времени фиаль мудори будет заканчиваться на фатху итак основным признаком основным признаком винительного падежа глагола настоящего будущего времени это является фатха это основной признак то есть если у вас спросят как можно понять что глагол настоящего будущего времени сейчас находится в винительном падеже, вы можете окончание глагола показать и сказать, что вот здесь фатха, и вот эта фатха указывает на то, что в данный момент этот глагол, то есть глагол настоящего будущего времени, феаль мудори, находится в винительном падеже. Теперь самый главный момент, когда, в каких случаях глагол настоящего будущего времени будет заканчиваться на фатху или будет находиться в винительном падеже. Как бы такое правило есть, что глагол настоящего будущего времени будет находиться в винительном падеже, или, если по-другому сказать, будет заканчиваться на фатху в четырех случаях. Если перед глаголом настоящего будущего времени стоит одна из вот этих четырех частиц, или предлогов, так сказать. Когда перед глаголом настоящего будущего времени стоит одна из этих четырех частиц, или букв, или предлогов, то глагол настоящего будущего времени обязательно должен заканчиваться на фатху. И теперь, что значат эти частицы, что означают они и так далее, сейчас я буду пример писать и объяснять. Начнем с ан. Частица ан, или предлог ан, так сказать, само по себе не переводится. Мы не можем перевести. Почему сейчас объясню. Когда ан перед глаголом настоящего будущего времени стоит, то глагол настоящего будущего времени приобретает смысл инфинитива, или появляется первоначальный смысл глагола. Сейчас объясню на пример. УРИДУ АН АКТУБАРННИЙ. Вот. УРИДУ АН АКТУБАРННИЙ. Вот. И после АН глагол настоящего будущего времени стоит и заканчивается на АКТУБАРННИЙ. И переводится так. Я хочу написать. Я хочу написать. Или я хочу писать. Что делать? Писать. Вот я имею в виду, что глагол здесь приобретает смысл инфинитива. У нас что-то инфинитив. Инфинитив это первоначальная форма глагола. То есть, что делать? Писать. Писать. После этой частицы, извиняюсь, вы можете использовать любой глагол. И всегда смысл будет идти как инфинитив. Или как первоначальная форма глагола. То есть, в данный момент, этот глагол должен отвечать на вопрос, что делать? Спать. Я хочу читать. Например. Вы можете продолжить. Я хочу пойти в школу. Что делать? Пойти. Или идти. Я хочу поесть еду. Что делать? Поесть. Я хочу пить или выпить воды. Что делать? Выпить. И так далее, и так далее. Поэтому ан само по себе здесь не переводится. Но эта частица влияет на смысл глагола. Без этой частицы, например, просто глагол анаму. Я сплю. Я сплю. Анаму. Я сплю. Без этой частицы не может просто так глагол заканчиваться на а. Будет у. То есть, я сплю. Анаму. Анаму. Я сплю. Но если вы хотите сказать, я хочу поспать. Уриду ан ана ма. Хочешь ли ты, например, вы хотите спросить. Хочешь ли ты сходить в кафе? Уриду ан ана ма. Уриду ан ана ма. Хочешь ли ты попить кофе? И так далее, и так далее. Так. Надеюсь, ан все понятно. Второй предлог и вторая частица, после которой глагол должен заканчиваться на факту, это лянь. Переводится никогда, то есть, грубо говоря, отрицание будущего времени, или абсолютное отрицание будущего времени. Например, лянь ашро ба, после лянь обязательно глагол должен заканчиваться на а. Лянь ашро ба л хамра. Лянь ашро ба л хамра. То есть, я никогда не буду пить вина. Я никогда не буду пить вина. Или лянь акзиба. Лянь акзиба. Я никогда не буду врать. Лянь удаххина. Я никогда не буду курить. И так далее, и так далее. Поэтому, если вы хотите дать человеку понять, что вы его то или иное действие никогда не будете делать, тогда надо использовать лянь. Еще раз говорю, отрицание будущего времени. Лянь, в данный момент, ашро ба л хамра. Я никогда не буду пить вину. Лянь, надеюсь, тоже понятно. У нас теперь третья частица, или третий предлог, после которого вагон настоящего будущего времени должен заканчиваться на а, это ивен. Ивен. Ивен переводится тогда. Ивен переводится тогда. Отличительная особенность этой частицы заключается в том, что данная частица используется только на ответ на слова другого человека. В качестве ответа на слова другого человека. Например, человек вам сказал пример, да, са-аджитахиду. Са-аджитахиду. Например. Я буду прилагать усилия. То есть я буду усердствовать. Я буду усердствовать. Са-аджитахиду. Ну, фиддирался, например, он говорит. Я буду проявлять усердие в учебе. Тогда вы говорите Иван Иван Такуна Алиман Иван Такуна Алиман Тогда ты станешь ученым. Такуна После Иван вагон должен заканчиваться на фатху. Иван Такуна Алиман Или человек вам говорит Са-ати Илейка Или Са-атика Я приеду к тебе. Ваш друг или там Ваш родной брат Или ваши родители Позвонили вам. Мы к тебе приедем в гости. Са-атика Тогда вы говорите Иван Такуна Дайфан Кариман Тогда ты станешь Уважаемым гостем. Или человек говорит Например Са-авхабу Иля мушахадатилфильм Я пойду Посмотреть какой-нибудь фильм. Иван Тастариха Тогда ты отдохнешь. Иван Тастариха И так далее И так далее Еще раз говорю Иван Иван используется Только в качестве Ответа На слова Другого человека. Если Кто-то вам Что-то не сказал Или до сих пор Вам кто-то Что-то не сказал Вы не можете Просто так На ровном месте Иван Использовать. Потому что Вам еще никто Ничего не сказал Вы же не можете Просто так На ровном месте Сказать Тогда Ты там Будешь Уважаемым Поэтому Только мы должны Использовать В качестве Ответа Это Третий момент И еще Один момент Заключается Это Кай Четвертая Частица После которой Благов на Следующего Будущего Времени Должен Заканчиваться Нафатху Это Кай Кай Переводится Чтобы Или Для того Чтобы Или Просто Чтобы Например Человек У вас Спросил Лима За Джи Ита Хуна Лима За Джи Ита Хуна Почему Ты сюда Пришел Вы Например Вы можете Сказать Джи Иту Кай Адру Са После Кай Глагол Должен Заканчиваться Нафат Джи Кай Адру Я пришел Для того Чтобы Учиться Для того Чтобы Учиться Я пришел Кай Для того Чтобы Адру Учиться Или Я пришел Для того Чтобы Поесть Еду Я пришел Для того Чтобы Посмотреть Фильм Или Я пришел Чтобы Поговорить С тобой И так Далее И так Далее Это означает Что Кай Объясняет Причину Вашего Действия Или Например Почему Ты Это Сделал Кто У Спрашивает Лима За Фааль Та Почему Ты Это Сделал Вы Говорите Фааль Ту Ха Два Кай Например Я Это Сделал Для Того Чтобы Кай Та Стариха Для Того Чтобы Ты Отдох Или Что То И так Далее Основной момент Я хочу Скаж Что После Кай Глагол На Будущее Время И Должен Заканчиваться На Хатху Вот Это Четыре Момента Четыре Частицы После которых Глагол На Следующего Будущее Времени Должен Заканчиваться На Фатху Теперь Есть Исключение Один момент Хочу Объяснить Если У нас Глагол Есть В арабском Языке Такое Понятие Как Аль-Аф'Ал-Уль-Хомса Аль-Аф'Ал-Уль-Хомса Пять Глаголов Вот Их Надо Заканчиваться Эль-Аф'Ал-Уль-Хомса Это Яф'Ал-Ани Таф'Ал-Ани Яф'Ал-Уль-Ма Таф'Ал-Уль-Ма И Таф'Ал-Уль-Ма Это Любой Глагол Настоящего Будущего Времени Которому Присоединился Алиф Инун То есть Двойственное Число Здесь Тоже Алиф Инун Или Вау Инун Это Множественное Число Или Я Инун Это Единственное Число Второго Лица Женского Рода То есть Ты Женщина Когда Что-то Делаешь Ну Яф'Ал-Ани Я написал Как Через глагол ДЕЛАТ Яф'Ал-Ани Они ДЕЛАЮТ На месте Этого Глагола Вы можете Любой Глагол Поставить Например Ядрибани Они Двое Бьют Или Яктубани Они Двое Мужчин Пишут И так Дали И так Дали Да Вот Это Пять глаголов Надо запомнить Еще раз говорю Глагол Должен Заканчиваться На Алиф И Нун Либо На УАУ И Нун Либо На Я И Нун Эти Два Глагола Двойственное Число Это Множественное Число Это Единственное Число Но Женского Рода Второго Лица Имя Не Третьего Не Она Не Первого Не Я А Именно Ты Второй Лиц Теперь Теперь Почему Я это Написал Если Перед Этими Глаголами Будет Стоять Одна Из Четырех Частиц Которые Была Ан Лан Или Иван Или Кай Глагол Уже Не Будет Заканчиваться На Фат Будет Другой Другой Сейчас Я Объясню Например Давайте Возьмем Пример И Скажем Они Вдвоем Двое Мужин Хотят Например Хотят Поспать Скажем Да Ума Юридани Юридани Ан Яна Ма Ума Юридани Ан Яна Ма Вот Возьмем Глагол Без Ан Просто Они Вдвоем Спят Яна Ма Ни Ан Когда Перед Этим Глаголом Стоит Нун Исчез Вот Буква Нун Исчезает Здесь Приде Нун Но Из-за Ан Буква Нун Исчезает Теперь Если У вас Спросят Здесь Признаком Того Что Глагол Находится В Винительном Падеже Что Вы Должны Скать Здесь Признаком Того Что Глагол Находится В Винительном Падеже Признаком Является То Что Буква Нун Исчезла Вот Исчезновение Буквы Нун Является Признаком Того Что Глагол Находится В Винительном Падеже Исчезновение Буквы Нун Это Во всех Пяти Глаголах Будет Это Двойственное Число Сделано Да Давайте Сейчас Вот этот же Ум Они Много Мужин Юрий Дуна Юрий Дуна Они Хотят Они Много Мужин Хотят Поспать Ан Яна Му А Без Ан Была Яна Му Спят Яна Му Но Когда Ан Добавляется Или Приходит Перед Этим Глаголом Опять Буква Нун Исчезает Они Хотят Спать Опять Здесь На вопрос Что Является Признаком Того Что Глагол В Винительном Падеже Вы Дожди Опять Сказ Исчезновение Буквы Нун То Что Буква Нун Исчезла Это Указывает На То Что Глагол Находится В Винительном Падеже Хотя Не Заканчивается На Фатху Вот Здесь Например Дамма Теперь Здесь Появляется Алиф Почему Потому Что Алиф Мы Ставим Для Того Чтобы Указать Что Вот Эта Буква Вау Она НЕ Коренная Буква То Когда Нун Исчезает Вот Здесь Вау Чтобы Люди Не Подумали Что Вау Коренная Буква Ставят Букву Алиф Это Обязательно Потому Что Ставят Чтобы Обозначить Что Эта Буква Вау Она Коренная Почему Это Важно Потому Что Например Вдруг Человек Не Знает Значение Этого Перевода Чтобы Он В словаре Не Искал Скажем На Ма Ва Здесь Потому Что Он Будет Искать На Ма Ва И Он Не Найдет Грубо Говоря Значение Этого Благола Поэтому Здесь Чтобы Не Ввести Человека Заблуждение Здесь Сразу Олив Надо Ставить Тем Самым Дать Знать Человеку Что Вау Некоренная Буква Словарение Ищи Вау В смысле Вот Этот Гогол Когда Будешь Искать Без Буквы Вау Ищи Вот Это Множественное Число И Еще Один Пример Когда У нас Первое Лицо Извиняюсь Единственное Число Женского Рода Второго Лица Да Например Сейчас наша задача Сказать Ты хочешь Поспать Анти Ты Женский Род Туридина Анти Туридина Ан Танами Без Ан Было Танамина Ты Спишь Танамина Переводится Ты Спишь Но Когда Ан Идет Опять Буква Нун Исчезает Уже Букву Я Пишем Конечную Форму И получается Анти Туридина Антамина Ты Хочешь Спать Ты Хочешь Поспать Опять Здесь На вопрос Что Является Признаком Того Что Глагол Находится В Винительном Падеже Вы Должны Спать Исчезновение Буквы Нун Является Признаком Того Что Глагол Сейчас Находится В Винительном Падеже А что На это Повлиял Вот Частица Ан Так Вы Можете Сделать Ис Слан Идан Икай Например Анти Джитти Кайтанами Ты Пришла Для того Чтобы Поспать Кайтанами Или Например Человек Говорит Женщина Например Я Много Работал Амилту Кафирам Тогда Можешь Скать Иван Лабуддалеки Антанами Или Иван Антанами Тогда Ты Поспишь Идан Антанами Опять Можешь Ишизай Или Лан Лан Например Когда Вот Такой Момент Лан Так Виби Ты Никогда Не Будешь Врать Лан Антанами Нагаран Ты Никогда Не Будешь Спать Например Днем И так Далее И тому Подобное Вот Эти Пять Глаголов Они Всегда Отличаются Еще Раз Говорю Эти Пять Глаголов Если В конце Есть Алиф Инун Или Вау Инун Или Я Инун Так Надеюсь Что Все Что Объяснил Было Понятно Если Вдруг Что Не Было Понятно Или Я Может Что Не Объяснил Спрашив Спрашивайте В Комментариях С Удовольствием Вам Отвечу Подписывайтесь На Мой Ютуб Канал Спасибо Вам За Внимание Доброго Всем Здоровья До Новых Встреч С С